Добрый вечер, в эфире Сергей Махров и мы попробуем делать небольшое интервью для наших единомышленников с сайта Moskulista.ru, ну и остальных, кому это может быть интересно. И для начала, для наших слушателей, чтобы проще было и быстрее въехать в тему, я в двух словах расскажу, какая у нас тема и почему, как она зародилась, скажем так. Так, какое-то время назад с моим коллегой Борисом мы общались на тему решения семейных вопросов в рамках российского законодательства. И совершенно случайно в разговоре я узнал, что Борис сумел в начале 21 века в Москве в суде добиться режима проживания детей. Дети проживают попеременно, по-моему, две недели-две недели, если не ошибаюсь. Нет, неделя, неделя. Я, честно говоря, был в полном удивлении и шоке, когда впервые услышал, потому что, в общем, такая вещь даже на Западе пока известна сравнительно мало. Ее там называют фразой «shared custody». У нас в прямую, по крайней мере, в законодательстве семейном российском, она никак не прописана. Поэтому я решил поподробнее расспросить необычного человека, который добился такого необычного режима, и выяснить некоторые детали. Само определение суда Барис с нами поделится. Вот я его выложу там с закрытыми персональными данными, чтобы наши слушатели могли подробнее ознакомиться с этим реальным документом. Документ, датирован 2007 годом. Правильно я описал ситуацию, да? Ну, в принципе, да. То есть, единственное, что вот это, даже не знаю, по-русски никак не сформулирует, но вот попеременное нахождение детей у обоих родителей, оно не имеет никакой юридически зафиксированной практики. Это просто один из вариантов мирового соглашения. То есть, нет никакого фиксированных параметров в мировом соглашении, просто в мировом соглашении, которое было бы утверждено судом и заключено между сторонами, вот содержалось, содержался такой режим общения детей с обоими родителями после отвода. Итак, первый вопрос, который хочется спросить. Откуда такая идея вообще возникла в Москве в 2007 году? Как это пришло в голову? И с чего вообще появилась идея, что это можно воплотить в нашем суде? Идея эта появилась достаточно просто, исходя из общепсихологических соображений. То есть, близкие отношения между людьми и любыми, независимо от того, возраста, они возникают только в результате общения. Есть общение, есть отношение. Нет общения, нет отношения. И, соответственно, когда моя бывшая супруга после развода уже подала иск на определение места жительства детей, и, соответственно, на ее стороне практически явно выступила служба, как там, попечительства или... Опеки попечительства. А, опеки попечительства, да. Ну, то мне вот в ходе суда, первого заседания, ну, стало понятно, что если я начну просто впрямую бодраться и требовать, чтобы дети жили со мной, у меня ничего не получится. Соответственно, поэтому я начал на суде склонять судью к такому решению, что я абсолютно не против содержать детей. Но кроме того, что содержать их нужно еще воспитывать, потому что я не кошелек, я отец. И режим, при котором можно будет совмещать права обоих родителей, которые по Конституции равны, то это, чтобы дети попеременно жили у отца и у матери. Ну, плюс мне еще повезло, что их мать в этот момент снимала квартиры. Соответственно, опеки попечительства не могли настаивать на том, чтобы дети жили с матерью. Потому что в точке зрения законодательства проживание детей в съемной квартире, ну, менее предпочтительное, чем проживание в квартире, которая принадлежит одному родителю. Ну, таким образом. И, ну, мне, в общем, удалось. То есть судья стала на мою сторону. Ну, видимо, это еще зависело от того, насколько энергично и агрессивно велась себя в ходе судебных заседаний моя бывшая супруга. Это, видимо, повлияло, в общем, на судью таким образом, что она приняла решение пойти на мировое соглашение. То есть сначала супруга просто требовала, чтобы дети жили с ней, никаких. А потом уже, когда судья начала поддавливать, что все-таки мировое соглашение, и все-таки все делается ради детей, а не ради каких-то амбиций. Ну, вот получилось как-то так. То есть я не могу сказать, что это было уже готовое решение, которое суду предложили, и суд сразу согласился. Нет, это в течение трех нудных заседаний выкристаллизовалось. И еще плюс нужно было убедить бывшую супругу и ее адвоката, что этот вариант не наносит ему никакого ущерба. А с твоей стороны понадобился какой-то особенный адвокат? Нет, я все делал сам. Тут просто суть в том, что я хорошо знаю свою бывшую супругу, да, то есть я знаю, как она будет, на что реагировать. Соответственно, ну, в ходе заседания, когда тут цель какая? Мне нужно было, я понимал, что мировое соглашение – это единственный вариант, которого я реально смогу добиться. То есть вот вариант, чтобы дети жили у меня, он законными способами вообще не достижит. Поэтому я в какой-то степени в ходе первого, особенно второго заседания ее там неким образом провоцировал, зная, только я знаю, что я провоцирую, задавая там те вопросы определенные или отвечая. То есть для суда это как бы не выглядело провокацией. То есть я вел себя спокойно, все время акцентируя внимание судьи и всех присутствующих о том, что меня беспокоит судьба и воспитание моих детей, и я готов положить все свое время и силы на это, что я не согласен быть просто кошельком, потому что я отец. Ну и вот комбинация таких подходов дала эффект. При том, что я могу сказать, что практически все, с кем я в тот момент обсуждал эту тему, все были против. То есть даже мои родители, родственники, они все были против этого варианта. Никто не понимал, в чем его положительные стороны. Все говорили, что это будет сложно, долго дети будут мучиться, переезжая туда-сюда. И вот, но тем не менее, мне удалось всех убедить. Ну и после... Как далеко находились квартиры? Как у... Как... Это один район. Это был один район. Школам осталось таза. И у старшей, и у младшей дочери. Я раз хотел бы сказать, что речь идет про двух дочерей. Если я правильно понимаю, на момент развода было им, соответственно, 17 и 8 лет. 17 и 7. 16 и 7. Они обе приезжали неделю через неделю? Да. Но единственное, что со старшей дочерью у меня вышел конфликт, и поэтому она, так как ей больше 12 лет, она имеет право сама выбрать, с кем жить. И поэтому в таком режиме она прожила недолго, буквально там пару месяцев. А вот с младшей дочерью с 7 до 12 лет мы вот в таком режиме жили. А после 12 лет? После 12 лет ее мать вышла замуж к тому моменту, и она убедила ее жить с ней. То есть, ну, она постоянно об этом говорила. То есть, все годы, что мы вот так жили, она меня вот спрашивала, почему мама все время настаивает. Ну, и плюс, когда она в ультимативной форме поставила, что вот теперь 12 лет она имеет право выбрать, и она будет жить только со мной, Ну, и обратился в службу, опять, и попечительство с тем, чтобы они, как третья сторона нашего мирового соглашения, призвали вторую сторону вернуться к исполнению мирового соглашения. Но они вместо этого отписку мне сделали, сказав, что они, ну, написав письмо у меня есть официальное, что они провели инспекцию нового места жительства, и оно соответствует требованиям. Все, то есть, тут просто отписку. Ну, и дальше, честно говоря, я посчитал вредным для своей дочери, младшей, вот, бороться, бодаться из-за этого. То есть, вот, с 7 до 12 лет мы жили в таком режиме, теперь она живет с матери. А как сейчас, в двух словах, складываются отношения со старшей и младшей дочерью? Значит, старшая дочь у меня вышла замуж, и сразу же у нас наладились отношения, то есть, мы гораздо лучше, если до этого мы, ну, почти не общались. Ну, вражды не было, но это вот такой вооруженный нейтралитет, скажем так. Так, то сейчас вполне нормально, у нас хорошие отношения. Ну, единственное, она занята своей жизнью, и поэтому, как я любил понимание, у нас с младшей дочерью, у нас прекрасные отношения, мы с ней каждый день перезваниваемся. Она у меня там 2-3 раза в неделю бывает, мы в отпуске с ней ездим. То есть, у меня с ней очень хороший контакт. То есть, это именно благодаря тому, что вот в те младшие годы она жила вот так на 2 дома, ей удалось сохранить таким образом взаимоотношения и со мной, и с матерью, и плюс еще и с родственниками, с обеих сторон. То есть, у нее есть и та, и другая сторона, несмотря на то, что родители не общаются. Поэтому вот я считаю, что это абсолютно положительное. То есть, несмотря на то, что как бы исправить тот ущерб, который не несет разводом, невозможно, но у нее остались, благодаря вот такому как бы решению, у нее остались и смогли выстроиться хорошие отношения со всеми ветрями родственников и, соответственно, с родителями. Как был решен вопрос с алиментами в рамках этого соглашения? Ну, в текст ты видел, в рамках этого соглашения описана материальная ответственность каждой из сторон. То есть, там указано, как оплачивается отпуск, какие суммы выделяются и что каждый из сторон, ну, там, приобретает. Поэтому это мировое соглашение, оно делает тему алиментов неактуальной, потому что алименты, они назначаются тогда, когда не решен вопрос, каким образом будет осуществляться содержание детей. Соответственно, если это мировое соглашение подписано и оно утверждено судом и никто не обращался, ну, или судом не зафиксировано обращение, что соглашение не соблюдается, то алименты, соответственно, не выплачиваются. Собственно, наличие этого соглашения помогло, ну, точнее, решило проблему алиментов в моем случае. После того, как младшей дочери исполнилось 12 лет, и она, соответственно, под давлением матери выбрала вариант проживания с ней, и отдел опеки никак не помог решить эту проблему, но я оставил так, как есть. И приблизительно через два года моя бывшая жена решила подать на алименты в мировой суд по месту своей прописки. Я об этом узнал с опозданием. Соответственно, я написал письмо, отзыв, решение. То есть там было даже решение, так называемый судебный приказ, который не требует ни прияния сторон, ничего. То есть вот приходит женщина, сообщает информацию о том, что вот есть нехороший мужчина, который не платит деньги, и просто мировой судья издает судебный приказ, который обязателен к исполнению. То есть это уже готово судебное решение. Соответственно, я его протестовал, отправляя в мировом суде копию этого имеющегося мирового соглашения. Как только он это мировое соглашение получил, соответственно, этот приказ был отменен. Но одновременно, видимо, там все-таки без коррупционной составляющей не обошлось, потому что в тот же день, когда был издан судебный приказ, было открыто дело производства судебных приставов, что в реальной жизни не может быть. Должно пройти 10 дней. И так как оно было открыто, и сообщение о нем мне пришло тогда, когда уже по истечению срока давности мне запретили выезд за границу. И мне пришлось еще с судебными приставами. Но это отдельная история, там, менее интересная, но не менее поучительная, что судебные приставы – это та организация, на которую вообще практически воздействовать никак не возможно. Они живут сами по себе и, в общем, делают, что хотят. Но вот как-то так. То есть алименты, они становятся неактуальны при наличии такого мирового соглашения. Если бы, когда ребенок ехал и перестал жить на переменах в одном доме и в другом, если бы другая сторона этот факт доказала, то фактически она бы могла сослаться, что соглашение уже нарушено, и ребенок вместо пополам проживает на одном родителе, соответственно, возникает вопрос неуплаты. Да, могла, но тогда встает вопрос, а почему он проживает, проживает, по какой причине, и почему, кто препятствует выполнению этого мирового соглашения? В общем, самое главное, что регулярных выплат, по сути, не было. И не было их до момента совсем не было, или они потом появились? Нет, нет, не было, и они не появились. Потому что формально это мировое соглашение действует. И по сейчас? И по сейчас. А можно в двух словах, как выглядел этот переезд? То есть, я так понимаю, вечером в воскресенье какая-то процедура передачи? Да, в воскресенье, там, в мировом соглашении указано 19 часов. То есть, вот, собирается ребенок с вещами, которые нужны на следующей неделе. С вещами, там, с титратками, с уроками. Но в конце концов, это вылилось в то, что у нее просто был двойной комплект одежды, учебников и так далее. И в конце концов, она уже переезжала там с минимальным набором, только титратки, как правило. Ну, я, если я забирал от супруги, то есть, поезжал на машине, забирал ее с сумками, сажал машину, мы поезжали, раскладывались. И как бы начинали жить. Соответственно, неделя проходила, я ее собирал, сажал в машину и привозил, передавал срок на руки. Были ли какие-нибудь характерные проблемы в момент передачи? Во многих учебниках, скажем так, по теме описывают, что момент передачи от родителя к родителям, он, в общем, достаточно стрессовый. И много всяких шероховатостей происходит. Либо даже, там, крик. Ну, бывали такие, ну, даже не перепталки, а, скажем так, пикировка. Но это же, как бы, управляемая вещь. Просто, ну, либо на игнор ставится, либо еще так. Доброжелательность, она, в общем, все что угодно делает. Самое главное тут, именно, да, во-первых, ребенок, он все равно как раз в момент передачи, он, конечно, весь зажимается. Это по нему видно. Для него это, безусловно, стрессовое. Но тут уже ничего не поделать, с этим приходится мириться. А что касается именно скандал при передаче, ну, вот у меня, я не могу вспомнить. Ну, может быть, там несколько раз, может быть, какие-то были такие. Ну, конфликт, не конфликт, но какие-то, там, непонятные претензии. Были, которые, в общем, ну, были и были. Но это не то, что устраивается скандал, там, с криками долгими, потому что процедура передачи, она все равно достаточно короткая. То есть там, так, если говорить о том, где могут возникнуть самые большие сложности и неприятности, это когда ты забираешь, да, потому что, чтобы забрать, это нужно получить вещи и так далее. То есть это довольно долго. Потому что передавать от себя, ты пришел, вещь поставил, ребенка завел, проверил, что все есть и все, тебя никто не держит. Попрощался с ребенком, ты, ревидер, с тем очень все равно, что тебе говорят, что делают, здесь как раз не так много проблем. Проблемы это именно вот, если ты забираешь, вот там много предметных проблем. Какого-то рецепта такого стопроцентно действующего, чтобы обеспечить всегда результат, ну, его нет, к сожалению. Тут, к примеру, по обстановке нужно смотреть. У тебя на описании все очень цивилизованно получилось, там, кроме обычной широковатости, которая усердно реализовала. Ну, скажем так, у меня каких-то вот тут совсем больших скандалов не было, да. Ну, я говорю, было несколько раханных, этих выкуплений, таких совсем не по делу, которые в обычной ситуации, может быть, и прореагировал по другому. Но здесь ты себя специально сдерживаешь, потому что понятно, что устраивать скандал при ребенке – это самое последнее дело. Ну, во-первых, в нашей стране все дети традиционно к матери относятся с большей чувствительностью, да. То есть вот любая критика, высказанная в адрес матери, она ребенком, даже если он на мать обижен, воспринимается крайне негативно. И это негативное отношение переносится на того, кто высказал критику, даже если это отец. Поэтому даже когда вот до сих пор, когда у меня в каждой из вечерей, там, в какие-то минуты они тоже бывают недовольны, они критикуют свою мать, и обычно эту тему не педалирую, не раскручиваю. То есть если нужно дать какую-то реплику, я даю, но скорее нейтрального толка. Потому что если я начну эту тему разворачивать, от порочек меня же обернется. Здесь вот есть такая особенность, которая, ну вот, она присутствует. Там нравится, не нравится, но это объективная реальность. Удивительно, что ты описываешь подход практически дословно, который рассказывал адвокат, который выступал на этом же сайте в интервью и делился своим юридическим и психологическим опытом. Адвокат из Канады. Ну, при всей нашей равномерности, я имею в виду людей, все равно у нас есть определенные закономерности психологические, которые присутствуют независимо от того, кто он в том национальности, в распределении, в том или где проживая. Но у меня это просто опыт. Я не слушал, он там применим в тех или иных случаях. Другое дело, что во мной в большинстве, скажем так, ситуаций, все зависит от нашей собственной готовности держать себя в руках и удерживать эмоции в узде, собственно. То есть в большинстве случаев мы не считаем нужным удерживать эмоции. Они играют с нами злую шутку. А в этой ситуации я, в общем, всегда себя подравировал, понимая последствия, которые возникнут, если я, в общем, дам волю эмоциям. Как считаешь, задним числом, задним умом, точнее, шаги были правильными сделаны? То есть сделал бы это еще раз, если бы пришлось сейчас... Да, я считаю, что я сделал абсолютно правильно. И я на самом деле в случае такого конфликтного развода рекомендую использовать эту методику. она сложна, потому что нужно себя хорошо в руках держать и не выносить на ребенка конфликт родителей, да, то есть когда ребенок жалуется на противоположного родителя, его не нужно стимулировать в этих жалобах, нужно выслушать там, объяснить, почему ты так думаешь, не так, все это достаточно ровно и спокойно. много, то благодаря вот такому режиму общения остается контакт. Причем контакт хороший. Ребенок не считает себя брошенным. Да, он обижен на обоих родителей, но он не считает себя брошенным, и у него остаются нормальные отношения как с родителями, так и с родственными. То есть я считаю, что я тогда все правильно пересчитал. И как бы вот прошедшее время, прошедший результат, то есть мне уже как бы вот те, кто были против, увидев через много лет, что получилось, в общем, тоже согласились, что они были неправы, пытаясь с ними отговорить. Дальше хочется задать несколько вопросов про брак, и может быть немножко даже в целом про брак. Не сочтится, так сказать, лезть голую, ну, в общем, я действительно считаю, что человек намного более умный и мудрый, чем я, да, и в смысле опыта, и профессиональный по всем меркам. Как ты думаешь, чем объяснить, что, в общем, несмотря на все на это, в браке, ну, в общем, можно сказать, была, состоялась неудача? Это хороший и простой вопрос, на который не существует хорошего и простого ответа. Брак как вообще взаимоотношение с людьми и как у здоровья, да? У здоровья нет выходных. Вот и у брака тоже нет выходных. То есть, безусловно, в том, что братья распадаются, виноваты обе стороны. Это может быть единственное, что большее и меньшая степень, но всегда обе стороны. Кто-то не стал считаться другим, кто-то не стал, другая сторона не стала это терпеть. Ну, в общем, у меня брак развалился, ну, по, в общем, несколько, точнее, довольно большое количество мелких причин, которые они накопились. И, ну, вот окончательно, это просто попало желание идти навстречу друг другу. То есть, вот, если нет желания идти навстречу друг другу, потому что конфликты есть всегда. Во-первых, мужчина и женщина, они по-разному воспринимают мир. У них разное образование, разное воспитание, разный жизненный опыт. И это причина конфликтов, которые есть всегда. То есть, пока есть обоюдное желание решать конфликты, брак будет. Когда у одной стороны пропадает желание решать конфликты, и эта сторона решает, что лучше она найдет, или он найдет на стороне решение своего внутреннего конфликта, и найдет себе другого партнера, ну, на этом все заканчивается, как правило. То есть, обычно вот этого не переживает ни один брак. Если бы была возможность вернуться во времени назад, вступил бы в брак снова вообще, и с этим конкретным человеком, то, в частности... Ну, понимаешь, здесь опять же, в ответе на этот вопрос, есть много параметров. И вот сейчас, прожив эти годы, я знаю, что у меня есть две дочери. И знание того, что если вернуться и не вступим в брак, их не будет, это серьезное приказствие для меня. Поэтому я, как герой сказки Гайдара «Горил камень», скажу, что я свою жизнь прожил бы ровно так же. Может быть, я какие-то шаги бы сделал чуть по-другому, но, скорее всего, я все равно бы женился бы именно на этой женщине. Интересно. То есть, если бы теоретически у тебя был сын, ты, в общем, не выражал, чтобы он... Или даже поддержал бы идею, брак по-хорошему должен состояться? Да, брак обязательно должен состояться, и он должен состояться именно в молодости. То есть, кроме всего прочего, мы, люди, являемся животными, млекопитающими. И у нас есть определенные этапы нашей жизни, когда мы должны оставлять потомство. И этот период физиологически находится где-то между 17-ю, 20-ю, точнее, 30-ю годами. Вот в этот момент, как бы, гормоны давят мозг, и в этот момент нужно заключать брак, и сразу же рожать детей. Потому что дети – это, по большому счету, единственное, ради чего стоит жить. Это, понимаешь, уже где-то ближе к 40-ю годам. Но это без брака, в общем, жизнь она будет, конечно, но она будет бессмысленной пусто. А если мы имеем в виду без регистрации? Регистрация? Ну, как говорили и писали классики марксизма, семья – это, кроме того, что это ячейка общества, это еще и ячейка собственности. То есть это в нашем мире способ передавать всевозможные отношения собственности. Соответственно, родившийся ребенок, он тоже вовлекается в сферу, где есть собственность. То есть движимое, недвижимое имущество и так далее. То есть если брак не зарегистрирован, то, соответственно, ребенок, в общем, может много потерять. Ну и плюс в связи с тем, что вот брак зарегистрированный уже сложилась достаточно долгая традиция, которая держится столетиями, ну, психологически это тоже является некомцентрирующим фактором. Хотя вот если брак заключен, но детей нет, это тоже неполноценная, как бы, непрочность. То есть зарегистрированный брак и дети – это более-менее прочная ячейка общества. И если вот не хватает чего-то, то это уже, ну, будет некая группа, которая совместно ведет хозяйство. С точки зрения определения семьи, да, это, скорее всего, семья, но тут дальше начинаются и юридические проблемы. Допустим, если семья не зарегистрирована, когда ребенок пошел в школу, то, соответственно, отцу будет достаточно сложно решать всякие типовые задачи, которые в школе есть, потому что он для ребенка никто. Там вопросы с лечением, еще что-то. Ну, то есть тут возникает масса проблем юридического характера, которые, как бы, если ты с ним сталкиваешься, не существует, но тут вот как с сусликом. Ты его, даже если не увидишь, он есть. Погоди, отец может быть зарегистрирован, ребенок может быть зарегистрирован на родителя, на ОЦ в отсутствие брака. Вопрос фамилии, вопрос школы будет закрыт. Может быть, но, тем не менее, все равно некие материальные останутся. Допустим, вот отправить ребенка без родителей отдыхать с границы спонсорское письмо, там, или еще что-то такое. Ну, то есть там есть проблемы, которые возникают. А потом, ну, вот, а смысл не регистрирует брак? Ну, он не просто неконтролируемый, он как раз контролируемый, он просто это для каждой из сторон, это гарантированная потеря 50% совместного наживания и собственности. Но, на самом деле, отсутствие регистрации эту проблему совсем не решает, потому что существует практика, когда есть незарегистрированная семья, и происходит разрыв, и, как правило, женщина подает в суд, и дальше с помощью свидетелей, документов и так далее, как раз вот и вот эта формулировка совместное ведение хозяйства есть семья. И даже если она не зарегистрирована, но по суду признается семьей, то те же самые потери материальные, они все равно наступают. Поэтому вот незарегистрированный брак, он не является панацеей от деления собственности. То есть, если два человека, мужчина и женщина объединились и ведут совместное хозяйство, там зарегистрировано, не зарегистрировано, с точки зрения российского законодательства, так точно, это является уже семьей и, соответственно, подчиняется семейному кодексу со всеми вытекающими последствиями. Интересно. Что мог бы посоветовать людям, которые, в общем, находятся на грани развода, и вопрос раздела детей их, в общем, беспокоит. И вот решение, которого ты смог добиться, в общем, выглядит для многих очень-очень интересно, прям-таки запредельно на уровне мечты. Какие мог бы посоветовать шаги или подготовительные действия сделать, чтобы такое решение легче и с большей вероятностью продвинуть? Ну, здесь конкретный совет можно дать только достаточно общий. Во-первых, ни в коем случае жестко не настаивать на позиции следующих, что дети должны жить исключительно у меня. То есть нужно на суде постоянно вот практически с чем сравнить со знаменитой фразой там одного из сенаторов Рима Республиканского, который каждое свое выступление завершал фразой «Карфаген должен быть разрушен». Ну, это здесь нужно практически любое выступление. Если судебные начались, вот, все-таки суд начался, то нужно постоянно говорить, что я хочу участвовать в воспитании детей. Именно в воспитании, а не содержании. И для того, чтобы воспитывать детей, мне нужно с ними общаться и жить. Потому что общение там три часа в субботу или еще что-то, это они не дают возможности воспитывать. И вот это постоянно повторять. И в конце концов это, ну, в принципе, вот как на моем примере это на судью подействовало. То есть, вот, нужно четко свою позицию таким образом обозначить. То есть, судье, судье, это тоже человек, еще и женщина. И если вот позиция какая-то такая расплывчатая, непонятная, она сразу примет решение в пользу женщины. А нужно именно четко отстаивать свою позицию. чётко сформулирована. А вот насколько сильный фактор вопрос с невешенным жильем у бывшей супруги? Безусловно, это был сильный фактор. потому что если бы у неё было жильё и особенно жильё где-то далеко, то тут, конечно, пришлось бы сложнее. Потому что вопрос там со школами и так далее. Ну, единственное, что судья, конечно, она смотрела на то, что школы расположены ближе к моему дому, и что перевод ребёнка вот такой не запланированный в другую школу непонятно куда, он, в общем, ребёнку вреден. Потому что, опять же, вернусь, но себе нужно всё время говорить о том, что ты желаешь пользы своему ребёнку и заботишься о ребёнке. То есть, тебя противоположная сторона не волнует. То есть, ты не борешься с противоположной стороны, ты отстаиваешь законные права ребёнка. То есть, у ребёнка есть право общаться с матерью и с отцом, у него есть право на жильё, право на учёбу, право на отдых, и эти права ты защищаешь. Вот, нужно таким образом себя вести. Потому что, опять же, судьи, они, у них определённое восприятие мира. То есть, с ними нужно вести всё-таки, прежде чем вот в суд идти, нужно, как минимум, почитать семейный кодекс и хотя бы там формулировки и то, как сам язык с терминологией его оставляют. Потому что судье это понятно, это и близко, и она начинает от более лояльно к тебе сноситься. И ни в коем случае нельзя вести себя агрессивно. Нужно держать себя в руках, пусть быть тормознее, чем противоположная сторона, женщины, они более энергичные, агрессивные, но, по крайней мере, демонстрировать своё спокойствие и желание отстаивать право ребёнка. А если не скажем, как получилось, что у тебя была своя жилплощадь, а у супруги нет? У неё тоже есть своя жилплощадь, но она её сдавала в тот момент. А кто мешал ей заявить, что она у неё просто есть и сдавалась наверняка неофициально? Ну, видишь, она была в тот момент увлечена своей личной жизнью, и этот вопрос она думала решить таким образом. Но, опять же, я говорю, что я даю совет достаточно общий, то те детали, которые были у меня, они вряд ли будут ещё у кого-то другого, потому что при всей похожести мужчин на мужчин и женщин на женщин, всё равно существует там масса деталей, которые в каждой конкретной ситуации картинку будут несколько другую давать. То есть, у меня было так, она собиралась как-то по-другому это делать. То есть, если у жены, допустим, будет своя квартира и тут будет баданя, но просто этот аргумент нельзя будет использовать. Но, тем не менее, то, что я сказал раньше, настаивает на том, что ты защищаешь права ребёнка, вот от этого вообще нельзя отступать. То есть, на этом нужно постоянно такой красной линии тянуть, что если ребёнок будет жить только с матерью, его права будут нарушены. скажи, ты веришь, что в обозримом будущем эта ситуация с нервонавесностью прав судья, она будет как-то на нашем веку справлена или хотя бы чуть-чуть справлена? Ну, это не вопрос веры. Это вопрос того, как будут вести себя мужчины. Если будут пускать самотёк и как бы вот отвлекаться, то не будут ничего. Никто за нас ничего не сделает. И вот само оно никак не образуется. Само образовалось вот в пользу женщин, потому что считается, что они матери и они всё делают для ребёнка лучше. Ну, причём это без каких-либо проверок и подтверждений. Поэтому здесь вот сказать, что на нашем веку всё изменится, я не могу. От мужчин это тоже зависит, изменится или нет. Но я изменил. Кто-то и тем самотёк и ничего не изменил. То есть ну как бы свобода воли она вот здесь будет проявляться. Ну, твой случай действительно необычный, собственно, поэтому в том числе мы и решили записать нашу небольшую сессию. Скажи, пожалуйста, что бы ещё хотел добавить по теме завершения? нужно иметь терпение, когда воспитываешь детей. Есть периоды жизненные, когда будет откровенно тяжело, и просто нужно вот столько перетерпеть и вот относиться к детям. С любовью это, в общем, хорошо сказано, но это ни о чём. то есть их нужно уважать и в любой ситуации демонстрировать им, что ты хочешь им добра, даже если они считают, что это не так. Им нужно это объяснять. В принципе, если они не понимают, то на корочку у них это всё пишется, и потом, через годы это всё проявляется, потому что у меня по младшей дочери абсолютно я с ней разговариваю, вот она уже деталей того, что было, когда ей было 7-8 лет, она не помнит. Но вот это ощущение хорошего отношения, оно у неё осталось, и благодаря этому у нас очень хорошие отношения. мы в контакте. Я хотел пораньше спросить, но только сейчас вспомнил, были ли задействованы во время суда в официальном порядке или в частном порядке вокруг суда психологи? Психологи не были задействованы, но была задействована служба опеки. Она, конечно, с точки зрения моей, имея опыт, это для такого случая, как у меня, абсолютно вредная организация, деструктивная абсолютно. То есть, вот, они, мне повезло, что я каким-то наличьем, когда во время вот этого заседания они спросили, может быть, там, стоит с детьми поговорить, вот, чтобы, или вызвать их в суд, чтобы их спросить мнение, где они будут жить, то есть, вот, я категорически отказал в вызове младшей дочери, потому что это стресс для ребенка, которого вызывают маленького и заставляют, задают вопросы, с кем ты хочешь жить, с папой, мамой, он и так тяжело переживает эту, и вот это, как бы, правильно, потому что, так как старший был уже 16 лет, ее вызвали в службу опеки, и она там писала письмо, почему она хочет жить с мамой, и потом мне его предъявили, но, когда я его прочитал, я, конечно, увидел, что она его писала под диктовку, потому что, ну, я, все-таки, всю жизнь жил со своей дочерью, я, как бы, там воспитывался, и я знал, что вот так она фразы никогда не строила, и вот, таким образом, то есть, ее слов, но формулировал это совсем другой человек, то есть, они утверждают, что их вызывают отдельно, не беседует психолог, но мне по письму было видно, что оказывалось определенное давление, то есть, ну, конечно, не то, что ее там заставляли под прицелом, но именно ее склоняли к той мысли, что оставаться с мамой жить, это лучше. Поэтому вот все эти службы, учитывая персонал, который там работает, 30-летние тетки разведенные, злые на всех мужиков, но вот с точки зрения сохранения общения с детьми с бывшими супругами, но это исключительно вредная организация, то есть, они отыгрываются на мужчинах по полной программе. задние старшая дочь не жалеет, что сделала такой выбор. Мы с ней на эту тему не говорили, она достаточно скользкая, по крайней мере, она жалеет, что потеряно время для общения. Она не высказывала в явном виде сожаления о том, что осталось жить там с мамой, а не вот так вот. Но на самом деле я ее мнение услышу, когда ей будет 40 лет и у нее будут дети. То есть, вот, 40 лет и наличие недоподавших детей это тот период, когда дети со своими родителями более откровенные и по-настоящему переосмысливают то, что прошло. То есть, в общем-то, глава еще не написана до конца. Ну, конечно. А пока мы живем, оно все пишется. Я про что говорил в самом начале. Как и у здоровья, так и у воспитания, у семьи нет выходных к конькулу. Это постоянный, ну, если и не тут, то девяти, которые нельзя проживать. Как только ты проживал, ты упустил. То есть, нужно всегда находить в себе силы идти навстречу. Даже если ты занят, устал, болеешь или еще что-то, по крайней мере, продемонстрировать свой интерес, близким людям обязательно нужно. Если этого не делать, то ты очень легко оттолкнешься и обидишь. Увы, это так. Борис, спасибо огромное за уделенное время. Мы так давно собирались записать этот разговор. Надеюсь, что закроем интересный вопрос для большого количества людей. Если вдруг возможно люди будут задавать вопросы встречные, тогда я буду их перенаправлять, может быть, с дополнительными комментариями. Хорошо, но я думал, что мы не закрыли, мы создали еще одну ветку. Чтобы не обсуждать. В любом случае, спасибо за уделенное время и крайне интересную информацию и интересную историю. Надеюсь, что она поможет многим людям. Я тоже надеюсь. Счастливо. До свидания. Счастливо.